Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день. Спасибо за представление. Меня зовут Сергей Шлаш-Пихтовников. Я занимаюсь дистанционным и дополнительным образованием уже более 10 лет. Имею опыт разработки всевозможных онлайн-курсов и программ дополнительного образования. Сегодня мы с вами рассмотрим такую интересную тему. Цифровизация как средство достижения цели современного образования. И я предлагаю построить нашу работу следующим образом. Рассмотреть три вопроса. Первый вопрос. Что такое ВУКО-МИР и тренды развития, в том числе тренды развития образования? Цифровая трансформация образования и что такое цифровая этика и риски работы с данными? Поехали. Итак, цифровая трансформация общества ВУКО-МИР. Со времен существования человечества произошло пять информационных революций. Первая информационная революция возникла, когда возникла, значит, возможность фиксации речи человека, то есть письменность. Далее вторая информационная революция связана с книгопечатанием. Третья информационная революция связана с изобретением электричества. И, соответственно, появились телеграф, телевидение, радио. Четвертая информационная революция – это изобретение компьютера, компьютерных сетей. И мы сейчас стоим на пороге пятой информационной революции, когда мы входим в мир цифровых сервисов и управления обществом с помощью цифровых технологий. Происходит смена миров. И тот такой мир, который спокойный, относительно размеренный, где характерны такие признаки, как такого мира, спод мира так называемого, устойчивость, предсказуемость, простота, определенность. Этот мир уходит в прошлое. Мы сейчас находимся в лукомире, где нестабильность, неопределенность, сложность, неоднозначность, турбулентность всевозможных информационных процессов – это мы слышим и с вами с экранов телевизоров. Наши политики говорят, мир стал турбулентным, непредсказуемым. И, в общем-то, те изменения, которые сейчас происходят, они происходят мгновенно. В лукомире любое изменение, любая технология становится доступной практически мгновенно. Вот если взять в качестве примера, значит, спод мира, ну, например, появление и развитие телевидения. Сначала появилось, значит, мы изобрели телевизор в электронно-лучевой трубке. Но прошло практически 40 лет, пока этот телевизор у нас мы стали, смогли повесить на стену, да, то есть уменьшились его размеры, характеристики, подключили его к интернету и так далее. Сейчас, если какие-то изменения происходят в лукомире, то они становятся фактически технологией или какая-то информация, она фактически мгновенно распространяется. Вот это одна из характеристик. Человечество научилось копить ресурсы. Сейчас основная задача человечества – это выйти из рутинных процессов. И в этом плане человек должен как бы быть вне процессов, быть над процессами. А все процессы, рутинную работу должны делать искусственный интеллект, роботы и так далее. Но здесь возникает множество этических проблем, о которых мы сегодня тоже коснемся, поговорим. И самое главное, а что делать человеку, как обеспечить его занятость. Сейчас всевозможные мыслители, современные футурологи думают о том, что как занять человека, если все будет делать за него машина или, значит, какой-то робот. Ну, примеры можно уже привести. Компания Amazon, компания Google. Там фактически работают роботы. Если взять тот же самый концерн Toyota, который производит автомобили, то участие человека там сведено к минимуму. Сложные роботизированные конвейеры, которые производят автомобили. Высокотехнологичные автомобили. Вот в такой мир мы с вами попали. И всем известна китайская мудрость. Не дай бог жить век перемен. Но тем не менее мы попали и живем в этом веке перемен. Что же будет дальше? Итак, ВУКО-МИР связан с цифровой экономикой. То есть если мы говорим о цифровизации, возможности этих процессов, роботизации и так далее, то возникла совершенно новая отрасль экономики, цифровая экономика. Ее называют веб-экономика, интернет-экономика, электронная экономика. Что же это такое? Цифровая экономика – это экономическая деятельность, которая основана на цифровых технологиях и формирует предпосылки для встраивания IT-технологий в различные сферы человеческой деятельности. IT-технологии – это главный драйвер развития стран сегодня. Напишите в чат, пожалуйста, вот как вы считаете, сколько процентов ВВП занимает IT-технологии в Российской Федерации? Мне просто интересно. И я потом, если что, подскажу. Так, 20%, 10%, 60%, 90%, 70%, 35%, 34%, 30%. Спасибо, не угадали. Всего 4,5% на сегодняшний день. И в этом плане мы очень серьезно отстаем от западных стран. И, в общем-то, ряд мер, которые приняло наше правительство, сегодня тоже о них скажу, которые, в общем-то, призваны прийти к тому, что наша страна должна попасть в десятку сильнейших стран в этой области. Итак, с цифровой экономикой тесно связаны сквозные технологии. Что такое сквозная технология? Сквозная технология – это та, которая, в общем-то, находит применение в нескольких отраслях экономики, как правило, 3 или 4. Я вот здесь на слайде продемонстрирую вам основные только, которые вот в сфере IT применяются, хотя их много. И первое – это big data. Что такое big data? Человечество научилось копить огромные массивы данных. Огромные массивы данных. И, в общем-то, возникла проблема, как эти данные хранить и обрабатывать. И из этих же данных можно извлекать какую-то пользу. И вот в этом случае приходит машинное обучение искусственный интеллект. Суть этой технологии заключается в том, чтобы по заранее написанным алгоритмам искусственный интеллект мог обрабатывать эти огромные массивы данных и извлекать из них закономерности. Если искусственный интеллект извлекает закономерности, то, соответственно, мы делаем выводы, как идет развитие того или иного процесса. Мы можем спрогнозировать что-то. И фактически, кто владеет информацией, тот владеет миром. И вот эти технологии нам необходимо развивать. И здесь опять очень много всевозможных этических моментов возникает по поводу обработки данных, их использования этих данных, не будет ли это против человека, против общества использования и так далее. Но вот сам факт из огромного количества данных обработать и выделить закономерность представляет очень большой интерес сейчас вообще для общества, мирового сообщества в целом. Но это как вот, если мы смотрим одним глазом, мы часть картинки видим. Если мы двумя глазами смотрим, мы вторую часть картинки видим. А если нам еще третий глаз открывает, четвертый глаз, пятый глаз открывает, предположим, да, то мы картину будем видеть еще шире, глубже и понимать этот мир лучше. То же самое здесь машинное обучение, искусство, интеллект вот используются для обработки. Дальше. Дополненная и виртуальная реальность. Это когда мы виртуально попадаем в какую-то среду и нас учат в этой среде. Или мы вот играем в этой среде, да. Помните, когда мы ловили покемонов, там на телефон ставили приложение, и, значит, молодежь бегала по улицам, ловила этих покемонов. Но здесь дополненная виртуальная реальность используется сейчас в обучении. В основном в медицине катастроф и в МЧС. Потому что одно дело учить человека за партой, когда просто мы ему показываем там плакатики, там фильмы показываем и так далее. Но когда человек реально оказывается в чрезвычайной ситуации, его поведение может быть совершенно непредсказуемым. Да, чему он учили и так далее, показывали, он совершенно может себя повести по-другому. И поэтому здесь вот дополненная виртуальная реальность заключается в том, что человек одевает вот эти самые виртуальные очки и погружается в эту виртуальную реальность. Значит, в эту самую чрезвычайную ситуацию. Это вот один из таких моментов, которые сейчас используются в армии, используются спецслужбами и используются в МЧС в медицинной катастрофе. Робототехника. Ну, здесь я думаю, что все понятно, потому что это роботы, роботы-пылесосы, значит, роботы, которые что-то, значит, за нас делают, бытовые какие-то могут быть функции за нас выполнять, производственные функции и так далее. И следующее интересное – это интернет вещей. То есть когда мы, значит, управляем вещами, которые мы пользуемся, например, в доме, умный дом, с помощью своего гаджета. То есть нажимаем кнопки, выключаем розетки, значит, управляем отоплением, управляем интернетом, ну и так далее. Теми устройствами, которые у нас, в общем-то, ну, в общем-то включены в эту самую экосистему. И сейчас в Китае фактически в каждое устройство ставят уже Wi-Fi-модули. Это будь то холодильники, печки, микроволновые, значит, стиральные машины и так далее. Следующая технология – это блокчейн. Человечество столкнулось, что, да, данных много, но хранить их в одном месте – это не, скажем так, ненадежно. Поэтому разрабатывается такая технология распределенного хранения данных, что данные рассредоточены, и их можно собрать при определенных условиях и обработать. И технология 5G – это технология, которая позволяет очень быстро, на высокой скорости передавать данные. То есть если мы находимся сейчас, скажем так, в цифровом мире, где очень много данных, соответственно, возникла потребность в том, чтобы их быстро передавать и обрабатывать. Вот основные сквозные технологии, которые используются в сфере IT и будут развиваться в ближайшие годы, в ближайшие десятилетия. Далее. Нашим правительством разработана национальная программа «Цифровая экономика». Куда вошли вот следующие федеральные проекты, представленные на слайде. И здесь я заострю ваше внимание на федеральном проекте «Кадры для цифровой экономики». В рамках этого проекта были сформированы, сформулированы цифровые компетенции. И определен ряд мероприятий, которые наше государство, в том числе образовательные учреждения, должны реализовать, чтобы подготовить население для нужд цифровой экономики. Суть этого проекта в следующем. То есть мы должны, значит, образовательные учреждения, давать нашим обучающимся цифровое образование. То есть включать в том числе цифровые компетенции в образовательный процесс. И готовить кадры, такие кадры, которые потребны цифровой экономике, которые пойдут на рынки цифровой экономики. Это необходимо. И сейчас, в общем-то, на рынке IT-сферы очень многое. У нас не хватает, скажем так, IT-шников, реальных IT-шников, которые могли бы двигать и развивать эти процессы. Поэтому увеличивают количество мест в вузах на специальности, IT-специальности, в том числе там группа 0.1, 0.9 и так далее. Какие цифровые компетенции? Они определены в соответствующих рекомендациях. Там в конце презентации есть ссылка. Первая цифровая компетенция, которую мы должны формировать, это коммуникация и кооперация в цифровой образовательной среде. То есть что это за компетенция? Мы должны научить нашего студента, нашего слушателя, уметь коммуницировать в цифровой образовательной среде и решать задачи, достигать поставленных целей во взаимодействии с другими людьми. Вторая задача, вторая компетенция – это саморазвитие в условиях неопределенности. Время, когда один раз отучился, получил диплом и все, больше не учишься, прошло. Поэтому необходимо в этом быстро меняющемся в УКО мире получать все время новые знания, умения и так далее, формировать новые компетенции. То есть здесь необходимо учащихся научить ставить образовательные цели под возникшие жизненные задачи. Креативное мышление. Следующая компетенция – это, в общем-то, связано с умением генерации новых идей. Следующая компетенция – управление информацией и данными. Так как данных очень много, и, соответственно, нужно уметь выделять нужное, обрабатывать нужное, и, значит, соответственно, искать закономерности. Вот здесь это есть, значит, сформулирована такая компетенция – управление информацией и данными. И следующая, пятая компетенция цифровая – это критическое мышление. Опять-таки, информации очень много, очень много информационного шума, о котором тоже сегодня поговорим. Задача заключается в том, чтобы научиться критически мыслить, вычленять, опять-таки, нужное, и, соответственно, определять достоверность источника. И строить на основе анализа информации умозаключение. Вот основные пять компетенций. Идем дальше. Следующий вопрос – это цифровая трансформация образования. Цели в области образования. Ну, на слайде здесь представлены основные цели, которые определены нормативными актами. Первая ссылка – это закон, федеральный закон образования 273, где прописано «Образование должно быть качественным и доступным». Далее я ссылаюсь на указ президента от 21 июля 2020 года, номер 474, по национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. И здесь, в этом указе, есть два главных момента. Первый момент – образование должно обеспечить глобальную конкурентную способность, быть глобальным и конкурентно способным, и должно обеспечить качество общего образования. Следующий момент – создание эффективной системы высшего образования, за счет которой Российская Федерация войдет в число 10 стран по объему научных исследований и разработок. В целом, если так вот образно еще говорить о целях образования, это отойти от формулировок таких вот, скажем так, суть образования современного заключается в развитии тех свойств личности, которые необходимы ей и обществу для включения в социально значимую деятельность в условиях цифровизации общества и экономики. Идем дальше. О проекте «Кадры для цифровой экономики», национального проекта «Цифровая экономика». Данный проект имеет основную цель – обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики. И, в общем-то, есть определенные показатели, которые мы должны достигнуть до 2024 года. Первый показатель – это количество выпускников с ключевыми компетенциями цифровой экономики должно достигнуть 800 тысяч человек. Число принятых на программы IT и связанное с ними – 120 тысяч человек. Доля населения, которое обладает цифровой грамотностью и ключевыми компетенциями цифровой экономики, должно достигнуть 40%. И количество специалистов, которые прошли переобучение компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, должно быть достигнуть миллиона человек. Вот основные такие параметры, которые заданы, и которые мы должны придерживаться, ну, как представители образовательных учреждений, чтобы выполнить вот эти показатели. Идем дальше. Что же хочет бизнес? Что же хочет цифровая экономика? Если мы FGO 3+, ну, я имею в виду про высшее образование, так как я представитель вуза, мы перешли на компетентностный подход. Значит, компетенции формулировали, вернее, они были сформулированы, мы их брали, значит, разрабатывали, разрабатывали, так называемые зувы или зуны, знать, уметь владеть, то есть навыки. Дальше. Потом FGO 3+, учет профстандартов. Но когда мы выдаем студенту диплом, выпускнику диплом, что там прописано? Там прописаны часы, и там прописаны дисциплины. Современному работодателю это неинтересная информация абсолютно, особенно крупным корпорациям, которые сейчас на рынке у нас Газпром, Сбер, Мэйл Групп и так далее. Им нужен цифровой паспорт компетенции. То есть они должны куда-то зайти, на какую-то платформу и получить сведения об этом выпускнике, что он знает, чего он умеет, какими навыками владеет. И, соответственно, какие цифровые компетенции у него сформированы. Вот это нужно сейчас бизнесу. Наши дипломы, которые мы выдаем, просто дисциплина часы, не проясняют эту картину. И в этом плане это один из трендов, куда будет двигаться дальше образование. То есть формирование, будет заложена основа для формирования цифрового паспорта компетенции. Идем дальше. Цифровизация образования. Это средство. На сегодняшний день это средство для достижения тех целей, о которых я говорил. Суть заключается цифровизация. Это создание единой образовательной экосистемы, которая охватывает все информационные процессы образовательной деятельности. То есть цифровизация – это стержень. Вот сейчас в большинстве вузов очень много разных всевозможных внедрено программ. Ну, я их так на сленге назову «костыли». То есть один костыль, значит, вот одна программа предназначена для набора абитуриента, другая распределяет учебную нагрузку, третья, значит, какая-то бухгалтерская программа, четвертая программа документа оборота и так далее. Сейчас уже перед вузами запущен с 1-7 октября вышло постановление правительства о том, чтобы разработать программы цифровой трансформации вузов. И мы как раз этим сейчас занимаемся. И в этом плане по цифровой трансформации вузов очень хорошо помогает Иннополис, университет Иннополис. И в этом, значит, про этот момент что хочу сказать? Что мы должны именно разработать экосистему, где у нас эта экосистема управления информационными процессами, где у нас, значит, от приема до выпуска все должно быть в единой системе. Не должно быть разрозненных программ одной фирмы, другой фирмы, третьей фирмы и так далее. И вот мы должны составить такие планы по цифровой трансформации университетов, чтобы решать задачи цифровизации образования. Не все вузы, я еще раз повторюсь, могут этим похвалиться. Хотя я понимаю, что есть вузы ИТМО, например, Высшая школа экономики, Ранхикс, университеты Иннополис, в которых фактически эти экосистемы созданы. Дальше. Применение искусственного интеллекта и машинного обучения для анализ метрик образовательного процесса. Так как метрики образовательного процесса, результаты образовательного процесса, то есть метрики, которые мы сдаем, и результаты, которые мы получаем, это опять-таки большие данные. Если научиться их обрабатывать, то, соответственно, можно корректировать образовательные траектории обучающихся. Это одна из основных задач. Ну и, соответственно, делать этот процесс индивидуальным. То есть используется некий такой адаптивный подход для каждого студента. И это, в общем-то, одна из таких тенденций, которые тоже нас ожидают, и это тоже в тренде. Далее. Ну, необходимо сказать о том, что мы в 2020 году оказались фактически в такой вот неприятной ситуации с пандемией вирусной инфекции COVID-19. И, в общем-то, мы попали в некий такой стресс-тест всеобразовательного учреждения. И, в общем-то, я скажу так, что мы достойно это выдержали, но действительно для нас мы оказались в итоге в другом совершенном мире, и возврат в прежний мир уже фактически невозможен. Идут споры по поводу дистанта, нужен, не нужен, будет в полном объеме, не в полном объеме, но, скорее всего, это будут все-таки элементы смешанного обучения, которые мы с вами до сих пор применяем, отправляя группы, часть курсов, группы, ну, с учетом развития пандемии и так далее. И, в общем-то, есть интересный аналитический доклад Миноборнауки Российской Федерации 2020 года, который сделан в взаимодействии, там порядка 20 вузов участвовали. Называется доклад «Уроки стресс-теста. Вузы в условиях пандемии до нее». Вот по этой ссылке потом можете прочитать, посмотреть. Есть очень интересные моменты, о которых я хотел бы тоже сейчас сказать, что, в общем-то, выявились проблемы как раз цифровизации. Все не охвачу эти проблемы на сегодняшнем вебинаре, но заострю некоторые моменты. Коллеги, если у вас есть вопросы, там тоже вот есть значок «Вопросы», пишите, я потом после вебинара могу ответить. Итак, 60% считают, что представленный им контент имеет низкое качество, именно образовательный контент. И 38% студентов отметили падение качества образовательного процесса при переходе в дистанцию. Оказалось, что 60% преподавателей не работали в дистанте до пандемии вообще. 80% до сих пор скептически относятся к дистанционным образовательным технологиям. И были выделены четыре категории педагогов. Первая категория – категорически против дистанта, против принятия этой формы 5% выступает из опрошенных. И причем эти педагоги, они так и не нашли, в общем-то, возможности, скажем так, ну, взаимодействовать. То есть они привлекались как учебно-методические эксперты, значит, учебные как методисты для разработки программы и материалов. Преподаватели, которые активно пользовались цифровыми ресурсами ранее и чувствовали себя как рыба в воде, всего таких 25% было. Преподаватели, которые были знакомы с цифровыми технологиями, использовали их в работе, такие сервисы, как мультиметр, интерактивную доску мира и прочие другие сервисы. Их было порядка 40%, но они, в общем-то, в итоге осваивали эти инструменты в любом случае, то есть дополнительные какие-то инструменты, но остались, значит, в общем-то, как бы недовольны в плане того, что это требовало значительных усилий. И преподаватели, которые не смогли, значит, не смогли в этот период подстроиться и не смогли воспользоваться цифровыми сервисами, в том числе онлайн занятиями, проведение онлайн занятий, таких 5-30%. И, в общем-то, они обычный процесс, как в заочном отделении, реализовывался, то есть отправляли, соответственно, письма на электронную почту и так далее студентам. Вот это вот четвертая группа. И, в общем-то, на основании сделанных выводов этого аналитического доклада последовали определенные действия по развитию цифровых компетенций педагогов и вообще цифровообразовательной среды. Российской Федерации. Об этом я сейчас хочу тоже вам рассказать, но сначала скажу еще о проблемах. Значит, итак, проблемы в итоге. Значит, формируется некий такой цифровой разрыв. То есть не во всех регионах студенты могли получить доступ к качественным цифровым ресурсам из-за отсутствия таковых, либо отсутствия связи. Ну, наверное, вы помните такой мем, когда студент залазил на березу, пытался отправить какое-то сообщение в дальнем селе преподавателю и так далее. То есть распространенный был мем в интернете. То есть действительно по некоторым моментам есть такие регионы, такие еще уголки Российской Федерации, где не развита цифровая инфраструктура, не развита системы телекоммуникаций. И дальше. Не сформированы навыки преподавателей по применению цифровых сервисов. Доля качественно образовательного контента невелика. Вот здесь представлены основные, скажем так, государством спонсируемые ресурсы, которые, в общем-то, начали развить с 2010 года. И, в общем-то, ну, и для школы, и для СУЗов, и для ВУЗов мы ощутили, значит, нехватку этих ресурсов, нехватку своих отечественных платформ для реализации, значит, для реализации дистанционного образования. Дальше. Разработка ресурсов оказалась для педагогов трудоемкой задачей. И учителя, и преподаватели колледжей, и ВУЗов это ощутили. Потому что необходимо было готовить контент, выкладывать этот контент и так далее. И очень тяжко пришлось учителям общепозывательных учреждений, потому что фактически они трудились до 12 часов ночи, проведя занятия, потом готовили занятия и так далее. То есть нагрузка была колоссальная на преподавательский состав. И большинство образовательных учреждений не имели развитой системы дистанционного обучения и наличие кадров для сопровождения этого дистанционного обучения. И вот мне коллеги из высшей школы экономики предоставили такой материал, где вообще, ну, чтобы было понятно, почему такие проблемы возникли. Первое. Отсутствие качественного контента. Если разрабатывать хороший онлайн-курс, это нужно очень большие временные затраты и наличие порядка 12 единиц всевозможных ролей, которые используются, ну, участвуют в разработке этого онлайн-курса. Но вот по минимуму должно быть 4, как минимум, роли. Это автор, продюсер, методист, оператор, контент-менеджер, получается, чтобы этот курс разработать. Какие-то вузы, значит, начали уже разработки, свои онлайн-платформы заимели и так далее. Значит, был какой-то определенный набор соответствующих онлайн-курсов, которые могли использовать. Но их было недостаточно, чтобы покрыть все нужды, когда все полностью перешли на дистант. И вот в разработке, как минимум, должны участвовать 4 человека. А тут все легло на плечи одного преподавателя. Следующий момент. Сопровождение обучения, дистанционного обучения. Значит, в коммерческих структурах, таких как Skillbox, AdMarket и так далее, целая команда работает по сопровождению образовательного процесса в дистанции. Там помимо преподавателя есть тьютер, координатор, администратор, аналитик обучения, методист, который планирует образовательную траекторию, разрабатывает образовательную программу. То есть для сопровождения одного онлайн-курса примерно нужно 12 всевозможных ролей, которые будут это делать. Понятно, что у Рузов этого не оказалось. Следующий момент. И технические моменты касательно того, что фактически мы стали использовать зарубежные платформы, там Zoom, Jitsumid и так далее, для реализации курсов. Потому что свои серверные возможности у большинства ВУЗов оказались незначительные, чтобы все это можно было проводить, когда необходимо было учить 15 тысяч студентов. Вот такие проблемы. Исходя из этого, значит, сформулировано 7 задач цифровизации российского образования. Вот по этой ссылке можно ознакомиться с статьей про это. И здесь я хочу отметить что? Что необходимо развитие материальной инфраструктуры. Это, соответственно, дата-центры. Это новые каналы связи. Создание цифровых учебно-методических материалов. Далее. Ведрение цифровых программ. Развитие онлайн-обучения. Разработка новых систем управления обучением. В том числе, учитывая искусственный интеллект и машинное обучение. Кстати, в России есть такая разработка, называется РАВЭП. Многие ВУЗы закупают эту систему, которую можно использовать. У них там как раз вот именно применяется искусственный интеллект, машинное обучение для анализа. Там модульная система, которая для анализа, сопровождения учебного процесса. Развитие системы универсальной идентификации учащегося. Это так называемый, не только прокторинг, когда мы сдаем экзамены и так далее, но и системы идентификации учащихся, используя биометрические данные. Тоже проблема на рынке у нас сегодня. Не так много этих систем. Они очень дорогие. Системы того же прокторинга, когда необходимо распознать личность учащегося. И мы в этом случае могли бы пользоваться зарубежными аналогами, но современный закон о персональных данных запрещает нам это делать, потому что в противном случае вся информация идет на зарубежные сервера. А как вы знаете, закон о персональных данных говорит, что вся информация должна храниться здесь. Поэтому у нас есть несколько систем, в том числе экзамус, там проктор и до, которые можно применять в Российской Федерации. И эта система не развивается. Это тоже некое такое белое поле, которое необходимо восполнить. Далее. Создание моделей учебного заведения. То есть это университет 4.0. О нем тоже я сегодня скажу. И повышение навыков преподавателей в сфере цифровых технологий. Идем дальше. Что делается? В период пандемии 2020 года получило импульс, такое развитие платформа «Современная цифровая образовательная среда». И Миноборнауки запустило ряд грантов для вузов, в котором Башкирский государственный университет тоже принял активное участие по разработке онлайн-курсов. МООК – открытых онлайн-курсов, где эти курсы разрабатывались, размещались на своей платформе. А платформы вузов всевозможные интегрировались с платформой СОС. И любой студент мог зайти и воспользоваться качественным контентом, то есть открыть этот онлайн-курс, поступить на онлайн-курс, просмотреть материал. Мог его завершить, скачать сертификат. Но здесь очень строго должна быть работа системы прокторинга, то есть распознавание либо онлайн, либо автоматизированного прокторинга. И предоставить этот цифровой сертификат преподавателю. Преподаватель может на основе предоставления сертификата перезачесть, поставить зачет или экзамен по данному предмету. Мы тоже разрабатывали такие курсы, но мы делали модульные курсы 36 часов, то есть одна Z, единица. И когда студент предоставлял сертификат, преподаватель перезачитывал только часть дисциплины. Хотя многие вузы перезачитывали и дисциплины целиком. Всего этот вот как раз грант по разработке онлайн-курсов стал таким импульсом, толчком разработки МОК для вузов и интеграции этих вузов. У нас наработались колоссальные связи, где-то 21 вуз, у нас были заключены партнерские соглашения. Вот здесь я видел в чате Оренбургский государственный университет, он тоже принял активное участие в этой программе. Мы и студенты Оренбургского государственного университета учились у нас на наших онлайн-курсах. И, в общем-то, мы научились, как это делать нужно правильно, во-первых, и как это взаимодействовать, как организовывать сетевое сотрудничество между вузами. И, в общем, это классный проект, который будет, я думаю, работать. И вот эта современная цифровая образовательная среда, вы можете зайти и посмотреть там, может быть, что-то интересное, какие-то курсы вы можете найти и пройти их в открытом доступе, они бесплатные. Идем далее. Какие платформы онлайн-образования тоже получили импульс, толчок развития в 2020 году? Это еще хотелось бы отметить. Открытое образование, платформа Lektorium. Кстати, на Lektorium есть очень интересный курс, курсостроение. Его тоже можно будет посмотреть, он тоже в открытом доступе, вообще как производятся эти онлайн-курсы и так далее. Платформа Coursera, Stepik и Open Profession. Ну, значит, я предоставлю презентацию, потом ссылки можно оттуда будет, по ссылкам можно перейти. Далее. Необходимо также отметить, что были разработаны поручения заместителям председателя правительства Дмитрием Николаевичем Чернышенко по как раз актуализации образовательных программ высшего образования и среднепрофессионального образования под нужды цифровизации общества цифровой экономики. И здесь вот в этих поручениях я некоторые моменты заострю внимание, чтобы что необходимо было сделать. Включить в программу развития образовательных организаций разделы, которые предусматривали бы цифровую трансформацию базовых процессов. Обеспечить корректировку, разработку, реализацию модулей образовательных программ, которые бы включали цифровые компетенции. И в организациях определить должностное лицо, которое должно отвечать за цифровую трансформацию. В университетах появились цифровые проректора в итоге. Далее. Соответственно, должны быть ряд мероприятий по внесению изменений в ФГО с высшего образования с учетом включения в них цифровых компетенций. Должны быть подготовлены предложения по формированию цифрового профиля компетенций и разработки моделей цифровых компетенций. И вот здесь преуспел РУДН, ВУЗ, который предложил модель цифровых компетенций. Значит, ну, пока она не утверждена, она вот находится на рассмотрении. Здесь необходимо отметить роль университета Иннополис, который фактически сейчас является таким, скажем так, ну, лидером, что ли, по обучению преподавателей бесплатно, опять-таки, в рамках федерального проекта грантовой поддержки преподавателей вузов и СУЗов по цифровым компетенциям. О том, как актуализировать свои образовательные программы под нужды цифровой экономики. И здесь, в общем-то, для этого необходимо вступить в консорцию с Иннополисом. Наш университет тоже вступил в этот консорциум, и мы треть преподавателей отучили на этих прекрасных программах. Качество программ просто замечательное, тютерская поддержка прекрасная. В общем, Иннополис – это один из таких драйверов сейчас, именно цифровизация образования на сегодняшний день. И также занимается Иннополис обучением команд цифровой трансформации вузов. Далее. Необходимо также отметить проект, федеральный проект содействия занятости, национального проекта «Демография». Наверное, многие здесь присутствующие коллеги из вузов и СУЗов приняли участие в этом проекте. Но я хотел бы сказать, что в рамках этого проекта была разработана платформа «Работа в России», которая находится по адресу трудвсем.ру. Каждый желающий через госуслуги может зарегистрироваться на этой платформе, если вы подходите под определенные категории граждан, пройти бесплатные курсы, в том числе курсы по формированию цифровых компетенций. Какие категории граждан могут пройти? Это безработные или люди, которые ищут работу, получили справку из центра занятости. Граждане 50+, предпенсионеры. Женщина, которая находится в декрете с ребенком до 3 лет. Женщина, которая находится безработная, не ИП, воспитывающая детей до 7 лет, до школьного возраста. Категория граждан будет расширяться. К сожалению, в этом году набор на этот проект уже завершен, а в следующем году он снова стартует, поэтому смотрите, выбирайте интересные программы и проходите. Три федеральных оператора реализуют RunHix, WorldSkills и Томский государственный университет. Мы являемся представителями Томского государственного университета у себя в регионе. И вот есть здесь адрес сайта, где вы можете посмотреть немножко подробно об этом проекте. То есть имейте в виду, если вы подходите под определенную категорию граждан, можно обучиться бесплатно по очень интересным программам. Идем дальше. Современные образовательные тренды. Какие? Первое, это глобализация университетского образования и науки на основе цифровизации. То есть формирование некого глобального электронного пространства. К чему все это приведет? Скорее всего, это будут какие-то глобальные университеты, в которых будет учиться 200-500 тысяч студентов. Региональные вузы, наверное, уйдут с рынка. Такой прогноз делают сейчас футурологи, где-то примерно 2035-2050 года. Уже сейчас такие университеты создаются на базе Курсера платформ, Гикбрейнс, Степик, Нитология, Электориум. Ну, кстати, Mail Group, владеющая большинством долей в Гикбрейнсе, запустил такой проект Гик-юниверситет. И в этом проекте они уже начали запускать программы онлайн-магистратура. То есть такие тенденции уже намечаются. Следующий момент. Университет создания или возникновения университета 4.0. Ну, чтобы было понятно, что такое университет 4.0, давайте в историю немножко вернемся. Университет 1.0 занимается только образовательной деятельностью. Университет 2.0 плюс исследования. Университет 3.0 на базе образовательной и научной деятельности, научной разработки, делается коммерциализация, проводится коммерциализация знаний и технологий. То есть научные разработки пускаются в производство, в экономику. И университет 4.0 – это создание консорциума, платформы для сотрудников, студентов, бизнеса, власти и социума. Идем дальше. Что характерно для университета 4.0? Ну, я использовал разные источники в интернете, смотрел про это дело, читал очень много. Вот такие моменты. Во-первых, должны быть модульные гибкие образовательные программы, независимая экспертная оценка знаний, полученных обучающимся, с помощью специальных платформ и сервисов, искусственный интеллект и машинное обучение для анализа метрик образовательного процесса и корректировки образовательной траектории обучающихся, цифровое онлайн и платформенное образование, изменение роли преподавателя на педагог-наставник, тьютер. Дело в том, что преподаватель сегодня современный перестает быть транслятором знаний. Транслятором знаний будет искусственный интеллект, по сути. То есть сейчас уже студенты фактически очень много черпают из интернета, со всевозможных курсов и так далее. Используют такие сервисы, как Алиса от Яндекса. Даже дети сейчас нажимают кнопку, говорят, Алиса, нади мне такой-то материал. Вот и Алиса там подыскивает. Вот. Здесь роль должна быть именно сопровождение процесса. Именно мы должны учить навыкам, прививать навыки, потому что вот как-то через интернет навыки плохо прививаются. Вот поэтому меняется роль педагог-наставник, тьютер. Дальше. Адаптивное образование. В этом адаптивном образовании критическую роль, отмечается критическое увеличение роли студента в формировании своей индивидуально-образовательной траектории. Высокая скорость преобразования образовательных программ и траектории обучения. Развитие обучающихся комбинаций профессиональных навыков, такие как когнитивно-социальные, цифровые. И обучение профессиям будущего. Вот это основные, скажем так, характеристики университета 4.0. Следующий момент. Также для цифровизации образовательного процесса характерно развитие и применение следующих современных образовательных технологий. Это мобильное обучение и общение с преподавателем. Это персонализированное обучение в онлайне. Уже сейчас на программе переподготовки, например, в нашем университете мы можем зачислять уже поштучно людей, не ждать, когда комплектуются группы и так далее, на курсы повышения квалификации. И, соответственно, в специальной созданной дистанционно-образовательной среде наладить взаимодействие. То есть фактически нужен тьютер. Если онлайн-курс хорошо разработан, нужен тьютер для сопровождения этих групп. И в этом плане также работают такие компании, как Skillbox, AdMarket и так далее. Ну, так сказать, единороги, единороги ЭТЭЧ-рынка. Социально-образовательные сети. Именно образовательные сети. Пока мы сейчас пользуемся системами, которые вообще просто социальные, да, то есть и выносим туда образование, а именно создание социальных образовательных сетей. Синхронное-синхронное обучение, цифровые системы оценивания, обучение на основе облачных технологий, то есть технологий распределенных данных, проектная и исследовательская деятельность, геймификация процесса образования, смешанные и гибридные модели курсов, адаптивное обучение и аналитика процессов и результатов обучения с применением искусственного интеллекта и машинного обучения. Итак, подводя итог, суть цифровой трансформации образования. Здесь необходимо отметить, что цифровая трансформация – это достижение каждым обучаемым образовательных результатов за счет индивидуализации образовательного процесса на основе использования растущего потенциала цифровых технологий. Следующий вопрос, который мы рассмотрим, это цифровая этика и риски работы с данными. Итак, этические проблемы цифровых технологий. Возникает такая дилемма. Так как фактически мы, ну, не думаю, предоставляем данные крупным корпорациям, IT-корпорациям о себе, значит, о наших близких и так далее, используя социальные сети, значит, подавая, соответственно, там данные непосредственно в банки, значит, пользуемся мессенджерами и так далее, накапливаются огромные массивы информации, это big data, да, то есть большие данные. И здесь, когда будет использоваться и применяется уже сейчас искусственный интеллект для обработки этих данных, машинное обучение используется, возникает такая этическая проблема соблюдения прав граждан, когда социальные группы и общество в целом при создании новых продуктов бизнесом и государством. Второй момент – это возможно, этическая проблема, возможно изобретение такого алгоритма, который может вызвать, ну, можно сказать так, непредсказуемое создание такого алгоритма, который окажет негативное действие и может дискредитировать человека и целую группу населения. Тоже такая возможность предполагается. Дальше – непреднамеренную нарушение законодательства госслужащими, которые обрабатывают информацию. То есть, ну, взяли, например, там, нечаянно там кинули данные какие-то персональные, используя какие-то мессенджеры или еще что-то. Эти данные стали доступны злоумышленникам и в итоге граждане сутрепутационные и финансовые риски. Ну, либо, значит, просто неосторожное действие этот сотрудник там произвел какой-то, то есть, ну, там, флешку там зараженную ставил в компьютер, и эти данные были похищены. То есть, получается, как бы, даже если мы предоставляем, мы доверяем эти свои персональные данные сотрудникам, но нельзя исключить, что может возникнуть такая ситуация. Принятие неверных решений на государственном уровне с далеко идущими негативными последствиями как для человека, так и для общества в целом. Когда принимается какое-то непродуманное решение по поводу использования данных и в итоге это в долгой перспективе может оказаться не очень благоприятно для человека и общества. Следующий момент. Опять-таки, об этических проблемах. Это этика поведения искусственного интеллекта по отношению к людям. То есть, ведь искусственный интеллект будет действовать по какому-то алгоритму. И этот алгоритм кто, опять-таки, закладывает? Человек закладывает, определенная группа людей, закладывает алгоритм. И вот что это будет за алгоритм? Как он будет работать? Не будет ли он работать в интересах какой-то группы людей? Не будут ли с помощью этого алгоритма эти люди управлять обществом? Тоже возникают такие моменты. Если сейчас у нас общество управляет люди, которые имеют деньги и власть, то здесь могут управлять люди, которые создали эти алгоритмы, разработали эти алгоритмы. То есть, еще раз повторюсь, кто владеет информацией, тот владеет миром. Следующий момент. Прозрачность применения искусственного интеллекта. Проблема приватности и надежности алгоритмов и предубежденности. То, что я говорил, это именно предубежденность в выборе алгоритмов, когда определенную группу людей может этот выбрать алгоритм, а может быть этот выбрать алгоритм обработки данных. И, соответственно, выбирая этот алгоритм, мы можем направить общество развития по определенному пути. Далее. Что и кто знает о нас? Ну вот как вы думаете, кто больше всего знает, исходя из этого слайда, о нас? Поисковики, системы мобильной связи или банки? Напишите в чате ваше мнение. Банки, банки. Угу. 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 Правильный ответ на этот вопрос банки. Сейчас поясню. Поисковики, что они, значит, знают о нас? Что мы ищем? Какую информацию? Наши предпочтения, да? Местоположение могут отслеживать, куда мы двигаемся. С темы мобильной связи отслеживают разговоры, смс, информацию в мессенджерах. Но банки знают о нас все. Если мы получаем зарплату в банке, получаем, мы имеем банковскую карту. Когда мы заводили банковскую карту, мы сообщили о себе очень много. Когда мы берем кредит, мы сообщаем о себе очень много. У нас практически каждый человек когда-то в жизни брал кредит в Российской Федерации. И, ну, в общем-то, там не только информация личную, то есть фамилии, имя, отчество, там СНИЛС, там прочие, телефоны. Там информация, есть ли у нас судимость или нет судимости, об уровне нашего дохода, кто у нас родственники, где они работают, где они учатся и так далее. Информация полностью. И поэтому сейчас банки – это крупные такие корпорации, информационные корпорации, которые хранят именно большие данные. И СБЕР – это одна из крупнейших корпораций Российской Федерации, которая знает о нас все фактически. Вот. Это тоже одна такая интересная этическая проблема. А как могут эти данные использоваться, да? Идем дальше. Источники Бигдата еще какие есть? Это социальные сети. Социальные сети являются, ну, помимо банков, основными поставщиками о нас информации. Первое место занимает ВКонтакте. Второе место – Одноклассники. Третье набирает сейчас в тренде – это Инстаграм, получается. Ну, и там четвертое-пятое – это Фейсбук и Мой Мир. И поэтому, когда мы в соцсетях общаемся, вступаем в группы, пишем, делимся впечатлениями, значит, своими эмоциями там и так далее, это тоже все представляет собой большие данные. Идем дальше. Я хотел бы сказать одну такую, повторить такую фразу директора программы исследований, значит, этики больших данных, программа называется Гатнер, Аллен Данкон. Он сказал, что данные не имеют никакого понятия морали. Они просто есть. Нет ни хороших данных, ни плохих данных. Вся разница определяется выбором человека. В этом и состоит вопрос суть этики данных. То есть, как раз человек определяет, как эти данные использовать. И от человека все зависит. Итак, так как она знает очень много разных корпораций, по инициативе, значит, Ассоциация больших данных, Институт развития интернета, крупные корпорации, такие как Холдинг Газпром Медиа, Яндекс, Мегафон, Сбербанк и так далее, разработали кодекс цифровой этики, который доступен по этой ссылке. Можете его посмотреть, где, значит, были такие приняты джентльменские правила о том, как и что они будут использовать. И, в принципе, этот кодекс цифровой этики может использовать любая организация, в том числе образовательная, значит, для того, чтобы для обработки этих самых больших данных. По крайней мере, такая работа сделана и проведена. Идем далее. Этика больших данных и социальные сети в образовательной сфере. Есть так называемые сенсорные профессии, значит, к которым относятся госслужащие, учителя и преподаватели, и врачи. То есть это профессии по роду своей деятельности, максимально включенные в социальные взаимодействия. И здесь очень важно, значит, как бы, ну, придерживаться определенных этических правил поведения в социальной сети. Опять-таки новоэтическая проблема. Это одновременное присутствие педагога и обучающегося в социальных сетях и мессенджера, который появился в 2019 году, когда был ряд скандалов, увольнения педагогов, там прочее. Значит, это действительно нужно, это действительно проблема. И в 2019 году Министерство просвещения подготовило на правила в регионы примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. В итоге возник целый флешмоб в интернете, где было написано, что учителя тоже люди. Ну, я понимаю, что учителя тоже люди, но имейте в виду, то есть мы должны иметь в виду, что мы люди публичные, и как раз относимся к этим сенсорным профессиям, когда мы находимся в тесной взаимосвязи. И надо очень выборочно транслировать свою личную жизнь, соответственно, в социальные сети. И здесь, в общем-то, еще одна проблема. Именно отсутствие правил использования в социальных сетях в учебной работе. Мы пошли все в социальные сети, мы используем ВКонтакте для обучения, мы там же вступаем в всевозможные группы, там наша личная жизнь и так далее. Здесь вот педагогам необходимо разграничивать эти моменты. Когда мы ушли из школы, и не было этого, скажем так, погружения в цифровую реальность, мы отвели уроки, ушли. В школе работа, дома личная жизнь. Но когда мы вошли в социальные сети, вот это возникла проблема, границы стали размытыми. И это одна из этических проблем, которая не до конца решена сегодня, на сегодняшний день. Ну, и еще одна как раз проблема – это соблюдение конфиденциальности и границ личного пространства. Далее идем. Новые этические проблемы какие? Связаны с персонализацией обучения и адаптивным подходом образования. Это, опять-таки, сборы накопления данных обучащихся, в том числе личной информации, его качеств и тех эмоций, которые он переживал в процессе обучения. Тоже нужно как-то использовать с осторожностью и аккуратно. Дальше. Дистанционная технология, я говорил, это цифровой разрыв. И предиктивная аналитика – это проблема подбора алгоритма сопровождения учащегося, выбора ему подбора образовательной программы, его профессии будущего и так далее. То есть здесь этика о том, правильно ли это будет подобрано, правильно ли будет использоваться данный алгоритм. Ну, еще хотелось бы сказать о информационной гигиене сегодня, о том, что тоже это одна из таких важных аспектов, важных задач, которые необходимо решать в образовательном процессе при использовании цифровых технологий. Что же такое информационная гигиена? Это раздел знаний, который изучает закономерности влияния информации на психическое, физическое, социальное благополучие человека, его работоспособность и продолжительность жизни, общественное здоровье, социума. То есть развитие техносферы привело к тому, что должна у нас психика быстро адаптироваться к тем процессам, которые происходят. Появилось огромное количество источников информации, появился переизбыток информации. И третий момент, то, что мозг запоминает ту информацию, на которой он сфокусирован, это формирует нашу реальность. И вот здесь, когда мы имеем информационный шум огромный, вот эта информационная, именно эта наша реальность может искажаться. Поэтому, что касается информационного шума, это, в общем-то, та информация, которая просто заполняет наш мозг, она нам не нужна в данный момент. И это может приводить к искажению картины мира, развитию клипового мышления, когда мы реагируем только на какие-то такие, ну, скажем так, хайпы, что ли, то есть какие-то такие вот яркие такие впечатления и мыслим поверхностно. А также, когда мы, наш мозг затуманен, то здесь включаются в работу нейромаркетологи, которые могут нам, соответственно, под этой информацией добавлять какие-то, ну, скажем так, интересные, ну, скажем, не то, что интересно, а неправильно я сказал, ну, в общем-то, какие-то продукты проталкиваются, услуги какие-то проталкиваются и так далее. Но когда мы, значит, приходим в спокойное состояние, задумываемся, даже возникает вопрос, зачем мы это купили, а зачем мы туда пошли и так далее. Поэтому здесь информационный ген должна, в общем-то, сопровождаться профилактика перегруженности информации. Это, во-первых, необходимо отслеживать свои телесные и эмоциональные реакции на полученную информацию. Если возникла повышенная тревожность и желание все контролировать, значит, это уже можно диагностировать у себя информационную перегруженность. И в этом случае необходимо научиться отключаться, выключаться из информационных процессов и зацикленности сознания. То есть, ну, смену деятельности какую-то делать и так далее. Как это, вот я сейчас вам расскажу. В этом случае применяется несколько подходов. Первый подход – это точный подход. Когда мы вот вывели какую-то, ну, там, проблему, мы вот ее рассматриваем конкретно, да, связанную с перегрузкой информации, решаем, вот от этого нужно избавиться, от этого нужно избавиться. Но есть еще системный подход и программный подход. Системный подход – это когда у нас мы вырабатываем привычки потребления информации. То есть, у нас вырабатывается критическое мышление. Мы информацию получаем из определенных только блогов и тематических каналов. Ограничиваем просмотр новостей из разных источников, из Яндекса, из Рамблера, там, ну, я не знаю, из мейла, из телефона и так далее. Воспитываем культуру потребления информации. То есть, осознанное реагирование и ограничение времени контакта с цифровой информационной средой. И, соответственно, еще здесь вырабатываем правильный формат потребления информации. То есть, если мы что-то слушаем, музыку смотрим, лучше это делать на ходу. Например, с утра лучше посмотреть какое-то мотивирующее видео. А вечером, ну, лучше посвятить, например, комнату чтению каких-то там статей, там, ну, я не знаю, блогов и так далее. Далее, следующий момент. Информационный подход. Здесь этот подход говорит о том, что мы должны правильно настраивать, делать настройки конфиденциальности в информационных аккаунтах. То есть, если вы ищете информацию, вы лучше выходите из своих аккаунтов в Яндексе и в Гугле, чтобы вас не отслеживали. Используйте, например, режим инкогнито. Можно использовать блокировки рекламы, вот здесь на слайде представлены, Adblock и так далее. Использовать удобное приложение для отложенного чтения и создания закладок. То есть, ну, видели интересную тему. Не надо в нее погружаться, загружать мозг. Сделали закладочку, а потом к ней когда-нибудь вернулись и перечитали. Далее. Следующий момент. Риски работы с данными, риски обработки данных и прочие процессы. Я хотел бы здесь тоже отметить в завершение сегодняшнего вебинара. Это есть такая вот, скажем так, технология, называется фишинг, рыбалка. В принципе, большинство корпораций используют современные технологии защиты данных. И влезть в эти, скажем так, системы очень сложно. Поэтому, если мошенники хотят нанести урон нашей репутации и нанести финансовый урон, то они используют технологию фишинга. То есть, лучшим ключиком для наших данных являемся мы с вами. Здесь есть разные моменты. Первый – это переход по ссылке, когда вам просто присылается какая-то информация, подменяется, адрес электронной почты с одной буквой. Вы в информационном шуме, находясь, не понимаете, не уделяете внимания, отвечаете на это письмо или открываете это письмо, а там вредоносный код браузера, который запускается и получает, значит, мошенник, скажем так, хакер, доступ к вашему компьютеру. Дальше. То же самое можно быть подмена окна или ввода информации. Как раз, опять-таки, когда, значит, используя нашу невнимательность, мы заходим на клон сайта и вводим информацию, там, коды от банковских карт и прочее. Используем троянских вирусов. Когда вам приходит документ с макросом, а макрос – это такая же программа, куда может быть, значит, скажем так, вирус. Присылали вам документ, например, от дирекции школы, ну, дирекция, слово уже написано, да, вы раз открыли этот документ, запустили, в итоге запускается макровирус, который получает, значит, берет ваш компьютер под свое управление, и, соответственно, значит, злоумышленник получает доступ к информации. Type Squoting – это создание клонов-адресов подмены букв, ну, в принципе, это я сказал. Еще есть voice phishing – это телефонный phishing, когда вам звонят вот эти самые мошенники, представляясь там банковскими служащими и так далее. И, как правило, они используют протекстинг, phishing по сценарию, когда разработан определенный сценарий, когда они, например, уже проработали вас в социальной сети, посмотрели, какие эмоции вы испытываете, о чем вы переживаете и так далее. Когда вы о чем-то переживаете, у вас негативные эмоции, значит, ну, может быть, в каком-то, значит, скажем так, в трудной жизненной ситуации находитесь и так далее. И тут же за вас берутся эти телефонные мошенники, они пробивают ваш телефон, они звонят, говорят и, значит, ловят вас на свою удочку. Quiproquo – подмена знакомого лица в социальной сети. То есть когда, ну, последний случай я такой расскажу, когда, значит, был создан клон, значит, моей, скажем так, моей коллеги, и эта коллега обращается ко мне, значит, причем обращается так фамильярно, я вот так напрягся как-то в этом плане, значит, и просит деньги там у меня, да, пару тысяч рублей там за то, чтобы я-то вот в магазине карту забыл, я там с товаром стою, мне срочно перекинь, пожалуйста, мы всегда с ней на «в» обращаемся, мне это напрягло. Значит, я смотрю, смотрю, читаю, потом звоню этой коллеге, оказалось, просто создали клон-страничку, поместили ее в фотографию, также фамилию и так далее под этим клоном, значит, зашли ко мне и, значит, вымогать деньги. Еще один риск – это дорожное яблоко, значит, используется такая атака, когда вы находите флешку на улице. Тут два момента может быть, либо это китайская флешка-конденсатор закамуфлированная, вы приходите, вставляете свой компьютер, и в итоге у вас мощный импульс посылается на электрический, на материнскую плату, она у вас сгорает, компьютер выходит из строя. И второй момент – это может быть вредоносный пол, который может быть установлен, если у вас стоит не очень хороший антивирусник. Ну и, соответственно, последствия, о которых я уже говорил. Ну и, конечно же, прежде чем что-то начать действовать против вас, ну, может быть, мы здесь как раз напоминаем такого ковбоя Джонни уловимого, да, вот, но если захотят, то, конечно же, начнут собирать информацию именно в соцсетях, в открытых источниках, чтобы получить доступ к нашему профилю, к нашей информации. То есть мошенники, злоумышленники начинают к нам подбираться издалека. Вот это тоже одна из таких проблем современного, значит, цифрового мира. Уважаемые коллеги, здесь я предоставил, значит, вот на последнем слайде список источников, которые вы можете посмотреть в презентации. И еще я хотел бы сказать, что наш университет, Башкирский государственный университет, заключил договор о сотрудничестве с Директ-Академией. И мы готовим линейку курсов, которые в ближайшее время появятся, значит, на сайте Директ-Академия. Эти курсы мы будем, как бы, совместно реализовывать. Это курсы методистов, ну, значит, методистов онлайн-курсов, контент-менеджер системы дистанционного обучения, контент-менеджер сайтов и так далее. Поэтому следите за анонсами и записывайтесь, если что, если есть желание на эти курсы на сайте Директ-Академии. Еще я хотел бы сказать, что я развиваю такое сообщество, которое называется «Цифровой педагог». Есть группа в Телеграм. Вы можете вступить туда по ссылке. В этой группе я буду размещать материалы, которые полезны, значит, для образовательного процесса. Это бесплатное участие, бесплатные материалы. Соответственно, я буду также размещать всевозможные приглашения на конференции научные, всевозможные симпозиумы, форумы, посвященные тематике развития цифровых компетенций, а также, значит, информацию о бесплатных курсах, которые нам становятся доступны по линии Министерства науки и высшего образования. Вот поэтому, если вы хотите эту информацию, значит, получать, вступайте в группу, будем обсуждать проблемы цифровизации образования. Спасибо большое, что меня, значит, выслушали. Я готов ответить на ваши вопросы. Так. Ну, давайте. Татьяна Яковлевна. Участие в Винополисе доступно лишь для российских преподавателей. Интересуется Донецкая Народная Республика. Да, российские вузы, значит, могут участвовать, но вы напишите, пожалуйста, мне в телеграм-канале. Я перенаправлю вашу заявку в Винополис, то есть предоставлю контакты, и вы можете уже непосредственно с этими людьми связаться. Какие из мега-университетов российские? Так, мега-университеты российские. Geek University курируется Mail Group, и в этом плане, ну, можно сказать, что он один из этих. Lektorium, кстати, тоже российские. Насколько промерен запрос копия паспорта при регистрации на такие курсы? Флера Жафярова, да? Смотрите, здесь дело в том, что курсы, которые мы проходим, это курсы, которые идут, попадая в систему ФИРДО, и там нужны данные, значит, СНИЛСа и данные паспорта, чтобы ваш документ, вот, например, Башкинском государственном университете, если вы курсы проходите, мы запускаем, заносим эти данные в систему ФИСФРДО, поэтому данные паспорта и СНИЛСа там необходимы. Но мы не берем копию паспорта, мы берем заявление от слушателя, где он указывает эти данные и подтверждает своей подписью, что эти данные, значит, достоверны. Копию паспорта и СНИЛСа мы не берем. Хотя проект, федеральный проект содействия занятости, наши слушатели обучались там, они эти данные грузят на платформу. То есть такое тоже возможно. Но здесь зависит от ВУЗа, в зависимости от того, что принято. Что принято по обработке, значит, какие положения есть по обработке персональных данных. Да, ссылку мы предоставим. Здравствуйте, не проще ли обучать роботов, нежели людей? Программа уже все готова, есть для обучения. Уступят ли люди свое место в обществе роботов, на наш взгляд? Ну, я думаю, что не уступят. Роботов тоже кому-то надо учить. И потом цель какая идет, в общем-то, всех этих тенденций, это вывести человека из рутинных процессов. То есть поставить их над процессами. Поэтому и футурологи говорят, что все будут заниматься наукой, наученной деятельностью и так далее. Но это можно помечтать, конечно. Ну, роботов, я думаю, что все роботы не могут заменить, к сожалению. Это не быстро произойдет. Возможно ли формирование компетенции у студентов без формирования развития соответствующих навыков? Формирование компетенции у студентов без формирования развития соответствующих навыков. Ольга Монтонина. Я не понял совсем вопрос. Вопрос компетенции без формирования развития соответствующих навыков. Но вообще компетенция подразумевает формирование знаний, умений и навыков. То есть навыки обязательно. И поэтому здесь вот, когда образование в онлайне происходит, вопрос как раз о формировании навыков-то и возникает. И, возможно, здесь еще нужно предусмотреть какие-то стажировки. То есть сейчас, кстати, многие работодатели смотрят, когда курсы проходили, студенты в области IT, они смотрят, вы что, где обучаете? А, в онлайн-школе? А если в онлайн-школе, до свидания, нам вы не нужны. А если вот в университете, там же предусмотрены практики, стажировки, тогда с университета берут охотно. То есть сейчас еще одна такая тенденция очень интересная появилась, когда работодатель просто открещивается от этих вот студентов, которые прошли обучение в скиллбоксе или в маркете по IT-специальностям. Есть такие моменты. Поэтому обязательно нужно формировать навыки тоже. Это стажировки, практики. И вообще упор делать сейчас в вузах на практик ориентированное обучение. Так, ну, уважаемые коллеги, я вроде бы на все вопросы ответил. Спасибо за внимание. Буду рад вас видеть в телеграм-канале. Ну, всего доброго. До свидания.